Всем привет! Добро пожаловать в новый выпуск Инфобизнес ТВ. И с нами сегодня у нас в гостях гость из Тюмени, Михаил Слинкин. Миша, здравствуй. Привет, Андрей. Привет, друзья. Миша в Инфобизнесе уже давно. Сначала как студент, потом как тренер, консультант и параллельно опять как студент. Мы вот с ним находимся в Барселоне и решили рассказать вам, как из жизни человека, не связанной никак с инфобизнесом, Михаил стал инфобизнесменом. Как вообще тебя угораздило? Угораздило, но, как, наверное, у всех, кто происходит, чисто случайность. То есть здесь не было какого-то целенаправленного, что я хотел быть тренером. Хотя я тут недавно перелистывал свой живой журнал, как-то там в записи 2009-го. Хоть пришел одну такую запись. Ну ладно, это как бы... Ну, в общем, все было случайно. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Мы как-то с друзьями катались на Красной Поляне в Сочи на сноуборде. И там так получилось, что у меня немножко неудачно упал. И на полгода сошел на больничный. И в этот момент, всегда в жизни, в этот момент обычно всегда появляется какой-то человек в моей жизни, который говорит, пойдем со мной. Да, и у меня такой человек тоже был, и есть, и сейчас он есть, ну, был в тот момент. Вот, он сказал, что я занимаюсь инфобизнесом, пойдем ко мне под ованы, скажем так, тогда. Вот, и я сказал, окей, не вопрос. Ну, первое, с чего я начал, это, конечно, в самом начале я начал проходить тренинги инфобизнесовые через интернет, там, вебинары, каждый день ходить делать задания. Причем я проходил тренинг по самодисциплине, там надо было бегать каждый день. А у меня травмы, я бегать не могу, я ходил, там, по нескольку километров, намахывал как-то. Вот. И, собственно, вот с этого и начался мой путь инфобизнес. И следующий шаг был, он просто вот мне срезал голову, когда мы, после прохождения тренинга к твоему же, вот, по самодисциплине, у меня мой друг сказал, что через, а там как раз тренинги было задание, ну, свой тренинг должны провести по самодисциплине. И вот он мне сказал, что я должен его провести, и в течение одного дня я вдруг принял решение, что, наверное, я тренинг как-то проведу. Да, то есть, и вот с этого все началось. То есть, провел тренинг, ура, овации. Понравилось? Да, прям, укусило сразу. Отлично, да. А как первые деньги пошли? Первые деньги мы, знаешь, вот я вот так. понял, что сразу с этого. Мы решили, мой друг, он был до этого на инфоконференции, и он решил что-то подобное организовать, ну, как бы в Тюмени. Вот, мы каким-то, я уже не помню как, но мы собрали там порядка 50 человек в зале, и каждый там выходил и что-то им продавал. Ну, они, как-то еще даже не знали, как это называется, и вообще, ну, что-то делали такое. И вот, там было порядка пяти или шести ребят, которые выступали. Продал я один, наверное, один человек, но это был на тот момент самое дорогое, что-то, что у нас было, мы делали интенсив выездной в Крыму, в том году мы решили его сделать. С вами до уместен, решил совместить с выездным. Почему бы не заработать в Крыму, да. Вот, и вот я тогда, ну, вот тогда 2010 год, что ли, был, ну, вот мы его продали за 15 тысяч рублей. Единственная покупка тогда была, это было именно после моего выступления, вот что-то тогда где-то вот там сверкнуло, что вот организация ивентов, продажи на них, это то, что получается, даже если ты вообще в этом не разбираешься, то, что ты делаешь просто вот как-то, вслепую. Интересно, хорошо. А вот сейчас, вот прошло несколько лет, да. Да. Что сейчас? Ну, сейчас у меня консалтинговый проект, где я консультирую предпринимателей из Тюмени и, ну, ближайших регионов, да, там, Курган, Екатеринбург, Челябинск, Комск, по продажам, по маркетингу, по персоналу, ну, весь стандартный набор болей, который есть у сегодняшнего типа ОБУ бизнесмена. Также у меня есть представительство, где мы проводим какие-то периодические мероприятия под брендами «Бизнес-двору» в Тюмени и там рассказываем о различных наших программах. И также занимаюсь организацией мероприятия, вот твое недавно организовал. Да, было потрясающе. Спасибо. Да. Ну, вот то, это то, что есть сейчас. Ну, скажем так, есть, конечно, куда расти. Кстати, вот здесь, причем здесь, в Барселоне, это чувствуется особенно, да, то есть, что. Прям вот, когда общаешься с людьми, когда они там рассказывают о том, какие у них идеи, какие у них сейчас результаты, где-то внутри что-то вот так вот обрывается, там, корона, если она, как-то там на голове появляется, то она тут же падает, и ты понимаешь, что надо там хреначить, хреначить и, как бы, еще выходить, еще выше подниматься, еще выше подниматься. Ни в коем случае не стоит. Хорошо. Спасибо, Михаил. Удачи в новых начинаниях, в новых проектах и до встречи вот в новом потоке самодисциплины. Хора. Обязательно, да. Всем пока. Всем пока.